13.00 по местному времени, а мы только вышли из номера. Как же сложно перестроиться на местное время. Вон, купили полный пакет ништяков, булок всяких разных, кофеек взяли, молочко, йогурты. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на Чемоданах. С вами я, Славян Настенка. Мы, как всегда, в полном составе. И мы вас приглашаем во второй выпуск из Бангкока. Обязательно ставьте лайкосики, пишите свои комментарии, делайте репосты, посмотрите первую часть из Бангкока. Погнали? Погнали. Ну что же, друзья, мы начинаем. Начинается второй выпуск нашего путешествия по Бангкоку. Сегодня продолжается культурная программа и сейчас мы отправляемся в парк. В предыдущем выпуске, это был первый выпуск из Бангкока, я говорил про плюс Бангкока, это то, что здесь есть тротуары. Пусть небольшие, пусть с одной стороны, видите, там нет тротуара, но, по крайней мере, они есть. Да, кстати, если не посмотрели прошлый выпуск из Бангкока, то обязательно это сделайте. Также посмотрите наш выпуск, как мы сюда летели. И также посмотрите выпуск про новую страну Аман. Ловите, ребятки, атмосферу прекрасного Бангкока. Мы живем в центре, опять говорю, кто пропустил, обязательно посмотрите выпуск, как и что. Мы вот сейчас идем по одной из центральных улиц, а здесь он бананчик, за 20, 25, 30. Мирошки, всех приветствую, да лоу. Вот продают на шпачках еду, есть зелепушка и всякая разная уличная еда. Это вообще такое азиатское отличие, что очень сильно бросается в глаза. Еду они покупают прямо вот здесь, у них это все очень-очень разлито. Просто идешь и покупаешь абсолютно любую еду, вон, какой только нету. А запахи-то какие. Гулять голодным по Бангкоку, это очень серьезное преступление, потому что запахи так и манят что-нибудь докупить. Вот банк бангкокский, тайландский. Снимали мы в таком банкомате тоже денежки. У нас есть две карты UnionPay. Здесь работают в некоторых магазинах. Транзакцию можно провести от 200 бат, в некоторых на абсолютно любую сумму. Если снимаешь, любой банкомат возьмет комиссию 220 бат и плюс конвертация чуть по завышенному курсу. Также у нас есть турецкая карта и также здесь можно добыть себе наличку при помощи менял. Никаких менял пока посоветовать не могу, так как мы через менял пока еще не получали наличные деньги. Но, возможно, в скором времени мы это сделаем. Ну и добро пожаловать в Бенчиките Forest Park. Вроде он так называется. Смотрите, какие цветочки нас здесь встречают. И самый главный цветочек. Вот, пожалуйста, это на стейшн. Здесь пешеходные зоны. Здесь даже на въезде стоят знаки. На великах нельзя, на машине нельзя. Дорожки отмечены, что это именно для пешеходов. Здесь проходит железная дорога. Здесь очень старинные дома. Прям такие, знаете, хотелось бы сказать, что это трущобы, но это не трущобы. Но прям очень-очень старые. Померите, старые запутали. Направо давайте. Да. Судя по показателю, здесь есть амфитеатр и музей. Будем двигаться в ту сторону. Парк классный. Кстати, здесь возле почти каждого дерева есть табличка. И можно почитать, как называется. Вот, если вы любите всякие деревья поизучать, то в этом парке самое то. Идем вот такие, я голову поднимаю. Бам! Посмотрите, какое шикарное дерево. Просто как прическа у афроамериканцев. Видите, здесь на роликах нельзя, на великах нельзя, на скейте нельзя. Ну, на мосту на этом нельзя. С моста открывается красивый вид. А я хочу почитать про это дерево. Попали к статуе Будды. Правда, здесь не хватает каких-то фонтанчиков, наверное. Но их нет. Зато впереди нас ждет большое такое озеро, пруд, на котором можно взять даже каягу покататься, между прочим. Лодочки всякие. Катамараны в виде уток. Опа. И Мирошка побежал. Ой, как неудобно здесь с колясками. Мирошка, аккуратно. Так, повсюду таблички, такие желтые, да, как в Австралии, что здесь ходят вараны. И прекрасная набережная. Посмотрите, на какие небоскребы. Смотрите, какая красота. Это, по-моему, торговый центр. Вот этот вот стеклянный. Ой, как красиво. Гляньте, какая красота. Да, здорово. Вот здесь, возле озера, гулять особо удовольствие. На самом деле, во-первых, виды такие вот красивые. Я вроде бетон не люблю, но здесь это как-то смотрится вообще по-особенному. Потому что вот эти все высотки, они не раздражают. А еще здесь такой дует классный, прохладный ветерок, что, конечно, в Азии очень не хватает. А здесь он есть. Какую статую мы проходим. Правда, не знаю, что это такое. Все написано на местном языке. Ну, красиво. Похоже на какой-то лотус. Согласны со мной? Ну-ка. Может быть, вы в курсе? Вот с этой стороны очень хорошо видно, насколько большое это озеро. Вы так вот, понимаете, просто круговая-круговая набережная. Вон с той стороны виды какие-то палатки, где, наверное, можно что-то купить. Попить, что, наверное, это сделаем. И там же и прокат всяких уточек и так далее. Ой, Мироша украл тапочки в дожденке. Маме тапочки отдай. Здесь очень бросается в глаза. Это то, что люди приезжают из других стран и цепляют себе азиаток. И вот прям гуляют, гуляют. И на самом деле даже, ну, парни в основном, но даже на самом деле люди в возрасте не исключение, понимаете? Адам, ты можешь упасть, лезь. Зацепил такую пигалицу. Я не знаю, сколько его лет, но он очень взрослый. Идет такой. А Настенка мне говорит, зачем ты, говорит, это снимаешь? Вдруг у него жена посмотрит. Чуваки, кто приезжает... Он в командировку в Бангкок приехал, нашелся девушку здесь. Это же как... Не, я понимаю, но вы это, бойтесь блогеров. Мы же не понимаем, что снимаем. Вот, кстати, мы и подошли к прокату, где можно кататься с 9 утра до 18 вечера. Берешь, что хочешь, каяку, утку, либо просто катамаран, и катаешься по этому озеру. Единственное, что мне не нравится, то, что они сделали там такой загончик, и нельзя кататься прям по всему озеру. Чисто по определенному периметру. Ну, так себе. О, вот это очень классная зона. Смотри, ты тоже можешь сходить. Я тут такой говорю, а что вот здесь? И мы начинаем с парка подниматься. Посмотрите, куда мы попали. Макет Бангкока. Макет Бангкока. Полностью. Смотрите, как выглядит этот город. Это, видимо, какая-то окраина. Вау. Я вообще обожаю эти штуки, вот эти все макеты. Можно даже попробовать найти, где живем мы. А мы живем, между прочим, там почти в центре, в самом центре. Ну, как бы, мы живем в центре, в каком-то там районе. Вот это да. Бабыря в парке мы погуляли. Сюда. Ну, возможно, это не он. Сюда, Павел. Нет, Тёмка, мне кажется, это не он. Мы гуляли где-то вон там. Мы гуляли прямо в небоскребах. Вот это да. Класс. Все, можно сказать, что мы посмотрели Бангкок. Видите, у них вот эти вот железнодорожные пути метрополитена проложены вот по всему городу. И смотрится это просто бомбически. А вот этот парк, по-моему, в котором мы вчера гуляли. Вот он. А вот этот парк, это как раз где мы сегодня гуляли, видимо. Или нет? Не знаю. Вот смотрите, покажу. Вот тут мы гуляли в этом парке в прошлом выпуске. В этом парке мы гуляли сегодня. Вот оно большое-большое озеро. Живем и получается где-то вот здесь. Вот здесь вот квартирку снимаем. А поехать мы хотим гулять вот сюда еще. Вот в самый вот этот эпицентр вот этих вот всех построек. Двигаемся уже в сторону дома и хочу вам показать, насколько классно сделали тайцы. Посмотрите, какие наичистейшие туалеты. Просто совершенно бесплатные посреди улицы вообще. Смотрите, это я. Смотрите, как все чистенько. А самое что классное, что у них стоит фильтр с питьевой водой. И вот мы очень хотим сейчас пить. Взяли бутылку. Вот такая вот штуковина. Есть стаканчики одноразовые. Смотрите, какая красота. Ты берешь стаканчик. Настенка, скажи мне, пожалуйста. Стаканчики, обращу внимание. Хватит, Настенка, хватит. Они не пластиковые, они бумажные. Что, конечно, здорово с точки зрения экологии. Убери пока руку. Класс. И вот видите, да? Фильтрация, очистка. Набираем бутылку и двигаемся дальше. Нашли мы в 7-11. Купили еду. И взяли еще айс кофе. Здесь оно очень-очень нужно. Мирошки взяли игрушки. А то мы... Мирош, покажи, что тебе купили. А то мы ими брали. Будем здесь так покупать, да? О, какие машинки, да, тебе? Будешь с братьями играть. Купили обед. А что мы еще взяли? Воду взяли. Идем домой. Ужинать или обедать. Я даже не знаю. Учитывая, что мы сегодня проснулись в обед. Значит, это, походу, будет ужин. Вот так выглядит вход в метро. Метро называется Лимпини. Завтра утром сюда отправимся и поедем туда, вот в сторону центра. Подходим к нашему отелю. А здесь просто фура раскорячилась. И я вообще не понимаю, как он поедет сейчас по такой узкой улочке. А здесь реально, здесь она настолько узкая. Вообще. Как он сейчас будет это делать? Абсолютно непонятно. Когда все деньги потрачены на билеты в Таиланд, приходится спасаться минимальной едой. Вот так вот и живем. Еще Настенка себе взяла булку китайскую. Вообще сегодня Славей купил утром типа хот-доги такие, да? А я сейчас 7-11 увидела вот такие бутерброды. Они с яйцом и с такой волосатой фигней. Я не знаю, что это за волосатая фигня. Всегда забывают. Но в Китае я постоянно покупала такие бутерброды. Мне они очень нравятся. Хочу сейчас это зацепить, попробовать. Похожи ли они на то, что я любила раньше. Ой, это запах. Черт, это лучшее, да? Что с тобой могло случиться? Ты так вон посел еще вчера. Давно не ели? Да, да, давно. Да ладно, что ты обманываешь зрителей? Это вам родители каждый день дожку покупают. Что это такое волосатая? Надо прочитать, что это вот такое. Что это за волоса? Видите, бутерброд с волосами. Это что, типа кальмара? Это волосы из подмышки китайцев. Да. Да. И из подмышки китайцев. В общем, нам вкусно. Ладно, нам приятного аппетита. Только сегодня мы узнали, что, оказывается, у нас есть выход на крышу. И отсюда открывается шикарный вид. Здесь можно вот так вот почилить. Прикольно вообще. Ну и, соответственно, в ту сторону здесь такое зеленение. Показать вот. У нас наедобрейшее утро. Мы отправляемся завтракать уже в наше полюбившееся кафе. Вот, быстренько сейчас. Аккуратно-аккуратно, родик. Быстро завтракаем и отправляемся уже гулять. Мирошка, на поезде поедешь? Да, 7 утра по Москве. Нам очень сложно перестраиваться. Вот мы и дошли. Все, у нас прям возле отельчика это заведение. Завтрак с заказом. Ждем буквально минут 5-10. Нам все принесут. Покажем, чем сегодня мы будем завтракать. Родионечка отлетелся и говорит, хочу картошку на завтрак. Да яйца будем потом сами, когда сейчас приедем в Паттайм. Ну да, будем жарить яйца. Поэтому сейчас у меня есть все то, что есть. Не, на самом деле... Спойлер переезда. На самом деле, вот напротив, там, мне кажется, европейские завтраки. Там, может, яйца есть. Но мы хотим в Тайское. Хотя картошка причинает. Мы приехали в Тай. Но это родик захотел просто. Шмузи аж дымится от холода. Это первым у кого завтрак принесли. Это тёмки. Ну со шкурками закинули, арбуз попал пел. Завтрак ради вона. А этот завтрак принесли мне. Это Гёдзе. Мне они так в прошлый раз понравились, что я решил ими даже позавтракать. Вкуснота. После такого сытного завтрака всё отправляемся гулять в центр Бангкока, в самые интересные места и достопримечательностей. И поедем мы на метро. Как я говорил уже ранее, очень хочется посмотреть этот общественный транспорт. Вообще метро здесь такое есть подземное, есть наземное. Мы походу поедем в подземное метро. Это синяя ветка и ещё одна ветка тоже подземная. Остальные ветки это наземные. Как выглядит подземное мы сейчас посмотрим вместе с вами. Здесь, кстати, система чуть другая в метро, нежели, например, у нас в той же Москве. Поэтому сейчас дойдём на метро, я вам расскажу. Вот, кстати, возле метро ребята сидят в жилетах. Это таксисты, которые возят не на машинах, не на тук-туках, а на байках. Это байковское такси. У них здесь есть, вот, пожалуйста, прайс-лист. Примерно 40 бат стоит. И к ним подходит любой человек, в том числе и вы, например, можете подойти и сказать мне туда-туда-то. Прыгайте к нему на байк, и он вас везёт. Безумно удобно. А мы тем временем дошли на станцию Люмпини. Вот так выглядит вход на станцию. Ну, пойдёмте. В метро Бангкока есть две управляющих компании. Значит, на каких-то станциях или на линиях проход по карточкам, а на каких-то по жетончику. Вот как у нас будет, я не знаю. И здесь ещё такая есть особенность, что ты, получается, за вход платишь, не на входе прикладываешь эту карточку или жетончик, а наоборот на выходе. И у них нет такого, у них есть дневные абонементы, недельные абонементы. И есть, значит, в основном ты просто горишь конечную точку, куда тебе нужно, и они просчитывают тебе расстояние. Типа как у нас в электричках зональная такая история. А вот так вот выглядит карта метро Бангкока. Мы где-то тут, нам надо куда-то сюда. Можно купить себе вот, пожалуйста, вот в таких терминалах, а можно сразу просто пройти на кассу и купить билет на кассу, что, собственно, сейчас и будем делать. Поездка нам обойдётся в 64 бада. Это до нашей станции? Дети бесплатно, а мы платные. И здесь, идём, идём. И здесь именно по жетонечкам. Выдаются вот такие чёрные жетоны. А, с коляской тут. Пойдёмте сюда туда. Так, держите жетончики. Вот. Мы идём. В общем, жетончик прикладывается и здесь. Пойдёмте, парни. Так, тыси. А, я понял. Она сейчас их все использовала. Thank you. Все использовала, но мы просто пройдём все сюда. Вот. Вот так это работает. Так как мы с коляской, много детей, проходим здесь. Как здесь всё любезно, нам прям помогают. Вот провели, пообъяснили, куда идти. Здесь есть лифт. Смотрите, какое метро. Красивая, чистая. Вот так всё выглядит. Очень чисто. Я очень боялся за какие-то час-пики. Походу, здесь ими никогда и не пахнет. Вот раз, два, три, четыре, пять людей. Плюс наша семья и больше никого. Это здорово. Здорово, что есть лифты. И не нужно мучиться на экскалаторе. Хотя и на экскалаторе прикольно. У нас Мирошка настолько любит поезда, что мы в Москве не получилось покататься. Поэтому только вот в Бангкоке. С лифтом у нас не сдалось. Спускаемся на экскалаторе. Почему-то он нас не отправил никуда. Мы идём и въехать не можем. Где? Какие-то просто ларьки, понимаете? Вот реально это ларёк-марёк. А это на самом деле и есть вход в поезда. То есть, типа, знаете, похоже на питерское, да, метро, когда стена открывается. И ты так, о, вот и поезд приехал. Ну всё, давайте вот здесь стоять ждать. И есть наверху тоже метро. Я просто думал, что это ларьки. Наверху тоже, получается, есть дополнительная ветка. Она поэтому у нас спрашивала вам куда и отправила нас вниз. О! И здесь охранник тоже спросил, говорит, куда едете. И мы сказали Хуа-Лампунг. Он такой, ес, ес, вот, пожалуйста. Здесь, кстати, на полу, смотрите, есть разметка для людей. Ты должен вот сюда встать. Вот так вот, да, получается, повернуться. Подождать, когда люди выедут. И только потом наискосочку так заходить. Мне кажется, это тоже правильно сделано. Вот это дела. Пойдём, Мирошка. Ничего себе. Вагон, конечно, забит. Но работает по идее, в принципе, здесь достаточно хорошо. Держите за поручки, парни. Держите. Держите. Родик, держись, потому что в стройнице ты улетишь. Но. Видишь? У нас тут станция и выход с этой стороны. Мы приехали. Всё. Теперь выходим в город. Так, нас тут, видите, сразу патруль останавливает. Говорит, нет, нет, нет. Говорит, за мной, за мной. В лифте поедете в лифте. Ну, давайте попробуем. Вот он, выход, получается. Сюда нужно закидывать талончики, точнее монетки, да? Но у нас-то не монетки. Мы просто так отдаём. Спасибо. Простите, господи. Чина-тоун. Вот, вот, всё. Вот нами подсказали. Видите, как я? English for you. Very good. Все дела. Вот так вот. Сразу с лифта мы попадаем в город. Единственное, что Мирошка не рад этому. Он хотел на паровозе кататься. А мы сейчас пойдём на лодочку перекататься. Сейчас нас ожидает колоссальное количество этих достопримечательностей. И даже китайский квартал Чина-таун. Представляете? Мы сейчас именно туда пойдём. И будем Носёнку погружать в атмосферу той жизни Забайкальского края, когда Носёнка ездила в Китай, жила в Китае. И вот эти все охуня-муня-ни-ня-ня! Мы сейчас дойдём на первой достопримечательности. Называется Золотая Будда. Именно оттуда начинается прям самая-самая вот эта вот китайская история Чина-таун. И будем там гулять по улице и двигаться дальше ко всем достопримечательностям. Капец, как здесь атмосферно. И мы, кстати, как раз уже пришли на первую достопримечательность, да, Золотая Будда. Такой вот буддийский. Просто огромный храм. Мы сейчас перейдём на ту сторону. Здесь концентрация всяких различных кафешек. Так, подождите, подождите. Машины едут, пропускают. Погнали. Оп-оп-оп. Здесь же можно, вот, пожалуйста, массаж сделать. Здесь, кстати, даже есть кабинеты костоправов. Мне бы не мешало бы сходить, справиться. Вот, это на самом деле уже всё и есть. Это китайский квартал. Всё, начался, но там прям будет дальше прям движуха-движуха. Здесь можно подняться в сам храм, но мы туда не пойдём. Мы хотим просто вот так вот здесь немножечко пройтись и посмотреть, что это из себя представляет. Здесь вход платный. Совсем не хочется платить деньги, подниматься по этим лестницам. Ну, серьёзно, хочется просто посмотреть со стороны. А ещё, кстати, здесь во многих храмы нельзя вообще заходить в шортах. Нужно обязательно в штанах. Нет, в такую его погоду в штанах вообще не вариант. Здесь прям такой, знаете, комплекс. Вот написано, в шортах нельзя, в юпах нельзя, в купальниках нельзя и в чём нельзя. Кстати, смотрите, какой Lexus LM350 прикольный и бус. Пользуясь случаем, да, показал. Просто здесь такие есть машины, там, Toyota, Lexus, которых вообще никогда не видел. Добро пожаловать в китайский райончик, ребята. Оль, за тачки заговорили. Мне тут в Бангкоке понравилась вот такая машина. Смотри, как круто смотрится. Это Toyota, у неё высокие потолки. А главное, как смотрится у неё морда. Вот, кстати, две стоит. Одна амбулаторная, другая просто серая. Блин, вообще красавая. Какой-то китайский храм. Смотрите, как красиво смотрится. Пойдёмте, зайдём, подойдём. Мы прям действительно погружаемся в китайскую атмосферу. По-другому и не скажешь. Вот тут начинается движуха. Посмотрите, сколько. Но это же явно всё просто сидят китайцы. Ай, а видите, как классно и атмосферно. Все продукции, это всё из Китая. Вот, пожалуйста. Всё китайское. Действительно, настоящий китайский квартал. И ты просто приезжаешь, попадаешь сюда и окунаешься просто в Китай. Класс. Вот это прям китайская чипанька. Она вообще битком. Тут вот персонал выгоняет, все говорят, идите на дорогу, не мешайте обслуживать. Вот супчики всякие разные, вот так рубят. Тут же кухня. Вот супчики. Прикольно. Запах, конечно, специфический. Я не скажу, что воняет, просто запах специфический. Как тебе, Настёна? Наконец-то. Душа отдыхает, да? Да, здесь больше 10 лет не видела, не слышала, не видела, не нюхала эти запахи. У него руки стали раздувать. Огромный квартал. Вообще, действительно, просто произошла телепортация. Да, китайские товары. Понятное дело, что полно. Вот, вот, Настёнка говорит, надо найти китайское пиво. Так. Кстати, у них очень вкусные, помню, из Китая были вкусные конфетки. Вот если их найдём, тоже сейчас возьмём. Чё только нету. Товарные ряды уходят и влево, и вправо. Маленькие улочки. Ой, кипиш реально как-то. Кипиш просто трындец. Вон всякие чипсоны. Видите, китайские. Вот какие-то рыбные штуки. Вот пью прям берёшь, нормальная пачка. И хватит на весь футбольный матч. Нагулялись мы по китайскому кварталу. Прикольная история вообще. Ну, ещё здесь бы подольше можно было бы чё-нибудь покушать. Но учитывая, что мы завтракали недавно, поэтому едем дальше. Именно едем. Мы взяли тук-тук. Здесь тук-туки не такие, как на ланке. Здесь можно даже спокойненько поставить багаж. Такой достаточно большой подиум. И ещё есть маленькая сидушка. Он нам зарядил 150 бат. Я говорю, нет. Я прекрасно уже понимаю, что нужно обязательно торговаться. Я ему говорю, нет. Он говорит, окей, типа, 100. Я говорю, нет. Я достаю его три бумажки. 60. Он говорит, поехали. Так что, ребятки, кто в тайчике будет, вообще в Азии, всегда торгуйтесь. В 50% цену сбивайте сразу. Это мы доехали до буддийского храма. Ван Пхо называется. Здесь вот такой вот вход. Выглядит всё очень-очень красиво. Здесь есть платный вход. Понятно, можно купить билетики. Стоит 200 бат. А можно просто вот так вот, очень аккуратненько зайти, посмотреть эту всю красоту. И вовнутрь не заходить. И на самом деле мы вовнутрь заходить и не будем. Подошла на сётка и говорит, нет, мы будем заходить. Стоит 200 бакс, про детей узнаем. А баби Фрик? Наши дети все бесплатно. Прошли и заплатили только мы 400 бат. Но в любом случае нас запустили. Я в шортах. Но мне кажется, что вовнутрь самого храма, конечно, нас уже не пустят. А у них, кстати, здесь ещё такой есть прикол, что сюда нельзя заходить в шортах. Поэтому они здесь, прямо возле каждого храма, продают штаны. Вот эта вся декорация выложена мозаикой. Какой же это адский труд. Вот это вот всё тык-тык-тык-тык-тык. Аккуратно. То есть это же не приехала машина, да, не поставила какая-то, не налепила. Это, скорее всего, всё ручная работа. Что-то потрясающее. Даже крыша просто. Вот эта кровля. Посмотрите, как она сделана. Супер. Вообще, на самом деле, красота. Не передать словами. Как это всё сделано. Просто вау. Вот здесь можно зайти вовнутрь. Кстати, заходят даже в шортах. Единственное, что люди разуваются. Там стоит золотой Будда. Ну, пойдёмте, зайдём. Ват-Пхо, или храм лежащего Будды. Старейший и самый большой храм в центре Бангкока. Построенный в 12 веке. Находится рядом с большим дворцом. Известен тем, что здесь зародилось искусство тайского массажа. На территории монастыря имеются каменные статуи с изображением бородатых существ в шляпах, привезённые сюда из Китая в 19 веке. Они исполняют руль хранителей храма рядом с Ват-Пхо. Расположена декоративная китайская мозаика библиотеков, которая находится в древней рукописи. Я хочу вам сказать, что это огромный просто комплекс, на который вы, если приедете, потратите, конечно, много времени, если действительно в каждый поворот заходить, то это... Здесь, кстати, отличная навигация, дринк-вотер, медпункт, я нас не знаю, отель, выход и Будда. Пойдёмте. Смотрите, здесь можно ударить в гонг. Вау. Прикольно. Мы хотели пойти сюда, но такие пришли и такие... Ооо... Барам-бам-бам-барам-бам-бам. Вот это да. Здесь лежит золотая Будда. В принципе, хочется посмотреть. Давайте. Давайте сходим. Подходит наша очередь, Выдали такие сумки, в эти сумки убирается обувь, и заходите туда босиком. Мы зашли, и Настенка говорит, как сюда, говорит, не зайти, здесь такая красота. Это гигантская золотая бута. Я не представляю, сколько она метров, это примерно... Сколько он? Слушай, это примерно как на Шри-Ланке. Да. Ой-ой-ой, вот это да. Фотографии с этого места, вообще с этого храма, смотрите у нас в телеграм-канале. Вот здесь, кстати, есть местечко фотозоны, вот можешь туда вот углубиться, здесь правда очередь на фотку. А это, да, это вот, кстати, вот в миниатюре. Наибольшую известность храму принесло изваяние буты в ожидании достижения Мирваны. Его длина достигает 46 метров, а высота 15 метров. Это ступня. Ступни статуи покрыты 108 первомутровыми орнаментами, передающими индивидуальные черты самого бута. Здесь еще люди меняют бумажные деньги на мелочугу, им дают целое блюдце, и они высыпают эти деньги вот в свободную чашу. Не знаю, для чего это делается, видимо, какой-то ритуал. По одной монетке в каждое ведерко. Здесь прям какой-то белый кремль возле этого комплекса. А с этой стороны, посмотрите, какая архитектура бомбезная. Ни разу в жизни мы не пробовали настоящие свежевыштые соки сахарного тростника. Стопроцентные, вот прям при нас вот делают. Не знаю, правда, сколько стоит, в таких вот баночках выдают. Я хочу водить! Не-не-не, Родик, не трогай, пожалуйста, мы возьмем вот эти маленькие. За Таиланд! Да, за Таиланд, давайте. И вот такого вот что-то. Вкусно, Тём? 50 бат стоит один. Вкус вообще необычный. Мне кажется, что это не факт, что он вам столько стоит. Ну, возможно, он сразу уехал, он продал и сразу уехал. Правильно, бери. Не, ну, мы же туристы. Я даже не знаю, на что похоже. Вот на что? Ну, очень сладкая. И очень вкусная. За забором вот это получается еще один огромный просто комплекс. Храм, мы туда заходить уже не будем, поэтому пойдем двигаться будем дальше. Здесь классные палатки есть, можно купить всякие смузи. Вот здесь кокосы уже по 30, а там вот продавали за 50, так что нужно очень внимательно ходить, вообще прицениваться. Ну, что на большую семью, конечно, это... Рать, это что такое? Дуриан. Это минико-ананас, мини-ананас. Да. Мангустин. 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 Ага. Вот такие коктейльчики есть. Здравствуйте. 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 Водичка. Кокосики. Сейчас возьмем. Взяли кокосики. Вот я уже говорил, да, здесь по 30. Это именно питьевой кокос. Нет, оранжевый, питьевый, а это который нужно еще внутри. Есть там очень много самого кокоса внутри. На. Класс. А я себе взял вот эту. Как она называется? Кислятина. Настен. Так? Маракуйя. Во. Немножко прервемся, ребятки. Это очень важно. И это не реклама. Хочу рассказать вам про неприятную историю, которая со мной приключилась вчера. Как обычно, снимал клевый контент, чтобы показать его вам. Хотел снять для вас подводный мир, как понял, что из моей камеры идут пузырьки. Представляете? Выныриваю, смотрю, нажимаю «Остановить запись», в итоге не нажимается. Буквально через 5 минут я понял, что в камеру попала вода и теперь моя GoPro требует восстановления. Как показывает моя практика, восстанавливать подобную технику дорогое удовольствие и стоит действительно дороже, чем купить новую. Так вот, у меня сейчас есть немного отснятого материала, которым я смогу с вами поделиться в ближайшее время. Но потом, к сожалению, уже не смогу. Потому что камера работает в собственной жизнью. Она выключается, включается, сама меняет режиме в процессе съемки. Как бы это не то, что неудобно, так невозможно ничего снимать. И вот когда я смогу снимать новый материал, зависит от того, когда я куплю себе новую камеру. Повторюсь, восстанавливать будет, скорее всего, дороже. И сейчас я приглашаю каждого из вас не пройти мимо, а просто присоединиться к тому, что мы вместе с вами возьмем новую камеру и продолжим снимать очень клевый контент, в данном случае из Таиланда. Я там в описании оставлю ссылку на отправку доната, также номер карты, вы сейчас ее увидите здесь, или QR-код, если вы смотрите с телевизора. Если каждый из вас, кто посмотрит выпуск, отправит совершенно любой донат, то у меня получится на камеру накопить гораздо быстрее. А возможно, если вы дадите такого газу, то я уже завтра пойду покупать камеру. И все эти истории, конечно, поделюсь позже в выпуске, а самые первые узнают об этом в телеграм-канале. Ребятки, ссылка там, продолжаем смотреть Бангкок. Пришли купить билетик на вот эти лодочки, доехать до какого-то суперского ночного рынка. Он начинает работать в пять. Вот, но тут такая очередь, просто капец. А вон там вот есть как раз проход с детьми. Вот нам надо будет сесть. Нам повезло. Почему? А потому что мне надо в очереди стоять. А, ну да. Не, просто такая орава китайцев, это вообще просто... Вот, и отправимся непосредственно плавать. Купили билеты. Стоит 16 бат до места, куда нам надо. Мирошка бесплатная. Вот так выглядит перрон. Часть людей вот сейчас погрузились и ходят. Нам сказали, пять минут ждите. Билеты выглядят так. А вот подплывает лодка. Ну что, мы двигаемся? Сели? У Мирошки сегодня просто развлечение, да, сынок? Бежит за меня. И лодка, и паровозик. Река такая вонючая. Река вонючая. Говнотечка. О-о-о-о! Газун! О-о-о! Папу любит? Да, здорово, да? Да. Да, здорово. По сути это, видите... Водная, речная маршрутка. Вот люди вышли, люди зашли, на какую станцию надо, причаливают, и дальше двигаются. Уже под конец все вышли. Из корабля, все, никого почти нету, мы даже сели. А я-то думаю, зачем он баллоны подоставал, а мы, получается, паркуемся к этим соседним кораблям и, видимо, будем проходить через все корабли, видите, со всех сторон. Вот так вот, через все корабли идем. Пацаны, аккуратно. Давайте, куда мы приехали? На ночной рынок, который называется Азиатик. Там, по-моему, будет современный комплекс. Это не те рынки, которые привыкли, если вы хотите колорита, какого-то местного грязи, вони и простоты, то это не про него. Это современный, новый, эстетичный, красивый, с дорогими ресторанами. Да, сыночек. Здесь еще есть опять храм. Вот где колесо обозрения, туда нам и надо. Правда, такие тучи идут, кстати, о птичках. Ну да. О, нет. Мирошку увидел, тюк-тюк, сразу побежал. В общем, друзья, это прям такой большущий, большущий центр. Вообще просто современнейший. Здесь вот все есть, одежды, всякие кафешечки. И вот мясо продается, пожалуйста, и так далее и тому подобное. Мирошка, залазь сюда, скорее. Сейчас вечером все еще будет так подсвечиваться, будет очень красиво. Мне, кстати, в Бангкоке очень нравится, что у них вот в этих небоскребах сверху, на последних вот этих этажах, это огромные-огромные террасы. Там есть бассейны, всякие челзоны. Вот, вот, вот и еще чуть ниже. Это очень классная концепция. Жить вот так вот и иметь возможность подняться на крышу и насладиться всем видом. Представляете? Никакие смотровые площадки не нужны. У тебя прямо дома такая штука. Еще не вечер, поэтому огромное количество палаток вообще закрыто. Но что-то уже начинает работать. Здесь на самом деле можно не только там вещи купить и покушать, да? Здесь можно еще массажи сделать, детей покатать на аттракционах, попробовать всякие пилинги и так далее, и так далее, и так далее. Туркиш-кухня. Вот, например, смотрите, сразу пидешка нас встречает, да? Интересно, что почем. Пидешка. Вот, пидеха. Вот это да. Все, идем дальше. Все. Thank you. Это типа по ценам Стамбула. Также здесь можно купить различные национальные наряды. О, футболки классные, алав тук-тук. Что, Мирося? Чего там? Что это? Денег тебе надо дать? А у меня нету. Вот, что хотел человек. А давай дома откроем, давай. Здесь еще есть картина галереи, это уже она находится в другом пролете. Ну, очень атмосферное местечко во фонтане. А вот, кстати, заработали. Вот они, пожалуйста. Вот, вот, вот. Посмотрите, мы сейчас будем по ходу дела вот это вот все пробовать на вкус. Смотрите просто, какая вкуснота, я не знаю. Здесь и осьминоги маленькие. Халлоу! И крабовые вот эти вот штуки. Смотрите, что только нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Есть, смотрите, маленькие осьминоги, да? А есть большие. Ужас. Риса сколько. Вот то, что нужно. Огромнейшие креветки в апритюре. Есть также вот такие. Кальмар в кляре. О-о-о-о. Кальмар в кляре. Как приходил, как приходил. Вот это да. Вот куда мы придем. Что нам эти рестораны? Вау, ребятки, шок контент. Отходите от экранов. А здесь крокодил. И с него срезают кусочки. И можно попробовать крокодила. Мить крокодайл? Да. Мить крокодайл? О-о-о. Вот это да. Нам попробовать крокодила? Угу. Вот это жесть. Будешь крокодила? Нет. С него кусочки срезают. Нет. По триста. Вообще вот. Цельные эти штуки. Вот такие вот. Голосы. Гори, чтобы они зацепил. Сейчас, передай кого-то. Всякие разные шашлычки, как мы любим. На шпажках. Картошечки. О-о-ой. Не трогайте ничего, ребята. Это улитки, вот порции, видите, продаются. Здесь вот всякие нудлсы, райсы. Вот так вот, не хотите вот такую вот. Нет. Крокодил это просто отвал башки, если честно. Все, я иду, у меня перед глазами вообще крокодила стоит. Это вот цельные рыбы, не знаю как они называются. Да уж, я вообще под впечатлением. Гляньте, какая красивая улочка с такими цветочками. Прям реальная фотозона. Да. Я тебя понял, я вон улочку нашел красивую. Вот через какое-то время вот эти все прилавки тоже будут набиваться едой. Будет сейчас все расставляться. И здесь будет ночной рынок. Вот как, в принципе, у вас здесь все привыкли видеть. Только современный. Ну, сами видите, да? Это не хукры-мукры. Здесь, на самом деле, цены однозначно выше. Потому что и аренда больше. Ну, все как обычно, в общем. Кстати, еще, если у вас дальше у меня вдруг вы сюда приедете и закончились деньги. Беспроблемно. Здесь вот, пожалуйста, есть обменники. Их здесь несколько. Также есть банкоматы. Я буду снимать с банкомата. У нас есть карточки, которыми можно здесь снимать. Ну, вот, например, в принципе, банкомат. У нас карточка UnionPay. Комиссия 224 берет этот банкомат. Плюс 200, значит, рублей берет мой банк. И плюс повышенный, ну, чуть завышенный. В общей сложности мы, получается, теряем рубля 1300, примерно 1500 на снятие. Если мы снимаем 5000 бат. Здесь, кстати, есть даже русский язык. Это очень удобно. Вот, снятие наличных. 5000 бат. Давайте снимем. Вот, видите, комиссия 220 бат. Но это сейчас любой банкомат так делает. Можно, конечно, заморачиваться с менялами. Но какой смысл, пока ты их ждешь. А здесь, как бы, все в доступе. Бац, бац, и все. Вот, банкомат 220 взял. И пятак теперь у нас есть. Круто. Запускаем парней. Вот эта штука, она полностью крутится. Но сейчас их запустят, я покажу. Здесь даже ноги пристегивают. Вот это поворот. Вот это поворот. Вот это поворот. Но все, как, на самом деле, в американских горках. За двоих 500 стоит этих бат. Давай, пацаны. Пока что не знаю. Понеслась. У-у-у. У-у-у. Какие дела. Ой-ой-ой-ой. Ну вот сейчас становится все атмосфернее, атмосфернее, да? Смотрите, как включились эти фонарики. Еще, конечно, не те ощущения. Но, тем не менее. По ценам все примерно, типа, 350-400 бат. Не знаю, мне кажется, здесь завышенная цена, но говорил уже ранее, почему. Ну вот, например, ценники. Артемка вообще красавчик, он просто подошел, заказал себе вот эту штуку, вот эту штуку. Сейчас его разогревают, а мы хотим набрать себе всякие вот такие штуки. Это что такое? Курица, грин-курица это. А это кто? Это осьминог, осьминог. Нет! Ага. Можно вот такое что-нибудь взять моих, не хочешь? Нет, такое не пачка, но это нет. Вот мы выбрали, здесь получается, мы взяли пять, одну нам дали в подарок у них, вот такая вот акция, и для нас теперь готовят. Пока мы не ушагали мыть руки, я здесь получал еду, давайте покажу поляну. Смотрите, такая вкуснота. По картошке сегодня, да, прикалываемся. Это Тёмка что-то взял куриное, это овощные какие-то тоже штуковины, но видно, что прям вкусные. И наша порция грильных всяких вкуснятин. Вот это всё, чтобы вы понимали, вот это вот всё, 1200 пар. Мне кажется, это рыночек для мажоров. Надо сходить ещё на местных в Паттайе и прям посмотреть, как будет. Мы наелись, ребятки, обьелись, пивка попили, соки дети ещё заказали себе гранатовые, вообще невероятно. А только темнеть начинает, но мы не можем никак привык к местному времени. Сегодня встали по местному и так сильно хочется спать, вообще невероятно. Сейчас будем отправляться уже потихоньку домой и закруглять этот выпуск, да, ещё хотим немножко погулять по Бангкопу. Ну вот, друзья мои, посмотрите, здесь подсвечивается, здесь подсвечивается и здесь тоже подсвечивается. Вы просто представьте, как здесь красиво вечером, как я люблю эти вечерние все движухи, когда все выходят, гуляют, такие радостные, довольные, так классно. И мы просто берём и выскакиваем в вечерний Бангкоп. Смотрите, как атмосферно. Кораблики подсвечиваются, небоскрёбики. Китайцы гуляют, тайцы гуляют, Тёмка гуляет, мы гуляем. Музыка просто со всех сторон доносится. Как же здорово. Наконец-то мы в тепле, ребятки. В чём дома сидел, в том и вышел. Как это круто. Невероятно, ну серьёзно. Номерошка не может пройти мимо вообще любого паровоза, поэтому сразу побежал играть. Классные инсталляции сделали. Вот это мы сегодня прошли. Мы дальше от этого парка дошли до метро. Вот оно, видите, на высоте. Это примерно километра три, наверное. Очуметь. И ещё сколько днём ходили. Ну вот, собственно, как хотели и подземное посмотреть, попробовать, и надземное попробовать. Сейчас будем пробовать. Возможно, здесь и идёт другая оплата, и по карточкам, а не по жетонам. Сейчас будем смотреть. Здесь по карточкам, и здесь метро, получается, стоит подороже. 120 или 100... А, 138 вышло, прикиньте. Карточное дороже. Ну да ладно. Надо теперь понять, куда нам идти. Как выглядит поезд. Мы в вагоне. Здесь так дует кондей невероятно. Кстати, в первом вагоне у нас закрылись двери. Жаль, ничего не видно. Нерой, скорой, строился, да? Да, всё здесь снимать. Ладно, всё, снимаю. О, ну всё равно. Огни города видны. Вот и подошло наше путешествие по Бангкоку к концу. Невероятные выпуски мы наснимали. Кто не посмотрел, обязательно гляньте, ребятки. Там, бляха, муха, что в глаз попало. В описании я оставлю ссылку на плейлист. Смотрите обязательно. Ну а мы будем уже двигаться непосредственно дальше. Бангкок прекрасен. Кто здесь будет, гуляйте 100%, наслаждайтесь. И даже если у вас есть дети, гуляйте, ёпросатые, путешествуйте, ребятки. Всё возможно. А кто не смотрел выпуск из Омана, ссылка там тоже будет. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok